Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Если врач тебе говорит, я хочу тебе помочь, и при этом вымогает из вас деньги, то надо бы этому врачу сказать, дескать, ты себе помочь хочешь, ты хочешь карманы свои набить. Так вот скажите мне, те, кто читают руки, которые говорят тебе, я просто помочь хочу, я просто людям помогаю, просто помогаю им, о чем ты говоришь? Когда ты занимаешься вымогательством денег, ты себе помогаешь, дружище, а не людям, так что не надо тут говорить, я просто людям помогаю. Если что-нибудь пойдет не так с твоим бизнесом на руки, или что ты еще делаешь, если навредишь кому-нибудь, кому-то плохо, больно станет, чем бы ты ни занимался, то не получится у тебя сказать, типа я просто втихаря Аллаху покаюсь и все на том, извини, не прокатит. Смотри, ислам говорит, если ты совершил что-то неправильное, и это было только между тобой и Богом, или ты наоборот не совершил чего-то, того, что Всевышний Аллах повелел тебе сделать, и это только между тобой и Аллахом, и все, тогда достаточно покаяться Аллаху, да, оставь грех, вознамерься больше к нему не возвращаться и проси Аллаха о прощении. Но если задействовано третье лицо, если ты навредил кому-то, отобрал его деньги, какое-то право человека нарушил, задел честь человека, что бы это ни было, третье лицо задел, ты не можешь сказать, а я сейчас просто Аллаху покаюсь втихаря и все, и этого хватит. Извини, не получится, это шариат, это не шутки. Ты теперь должен добиться прощения ото всех, кого притеснил, от каждого из этих людей. А если нет, то ты будешь спрошен Аллахом в судный день, ведь эти люди смогут пожаловаться на тебя в судный день. Об этом ясно говорит шариат, так пророк учил. Его хадисы это доказывают. Бывает, что человек допускает какие-то ошибки, упущения и начинает играть в поиск виноватого. Начинает указывать на других, кто руки читает, мол, это не моя ошибка, это его ошибка или ее ошибка. Извини, только потому что сейчас мир может быть сосредоточен на каком-то одном человеке, который является нарушителем. Но ты тоже другой нарушитель. Если ты обманываешь других, поступаешь непорядочно. На тебя тоже грех. И то, что внимание людей направлено на кого-то другого, это не значит, что тебя это оправдывает от того, что ты сделал. Отнюдь, серьезно говорю, потому что Аллах Всемогущий и Велик, когда установят весы в день суда, приведет всех, кто замешан, всех, кто имел отношение к нарушению. Потому что Аллах в Коране говорит, когда люди издевались над Кораном, вот такой пример вам приведу. Когда люди высмеивали Коран, и люди сидели рядом и слышали все это, и не поднялись, чтобы уйти. И Аллах говорит, на вас тоже лежит грех. И вот, ты являешься частью чего-то, и пытаешься другого кого-то винить, извини, это так не работает. Ты несешь ответственность, и в судный день, даже если люди еще какие-то причастны, твоя ответственность на тебе. Еще что хочу сказать. Вот занимаются люди тем, что читают руки. И еще одно, это хиджама. Рукья и хиджама. Как бывает? Вот знаете, эти буквалисты Корана и Сунны, которые ищут хадис. Если не находят хадиса о какой-то деятельности, они это не берут. Ладно, хорошо, такой у них метод. И вот, значит, они нашли два пути заработка. Нашли из религии причем. Они взялись читать руки и взялись делать хиджаму. И вот я говорю вам, за последние 10 лет, этот бизнес по изгнанию джиннов и по хиджаме дошел просто до сумасшествия. В итоге ходят парни, 20-летние. 20-ти, 25-ти. Просто молодые парнишки с улицы. Стали охотниками за привидениями. Стали бесогонами. У меня новости для вас. Вот, во-первых, люди, как вы подпускаете к себе этим молодым ребятам 20-25 лет руки вам читать? Или хиджаму делать? Разве не лучше обратиться к квалифицированному врачу? Они проучились 6-7 лет. И вот он, например, только что выпустился. Полных 6-7 лет учился. А эти ребята всего лишь вместо 6-7 лет 6-7 часов потратили. Или недель. Максимум 6-7 месяцев. Кто-то учил их. И вот они стали хиджамистами или охотниками за привидениями. Они не знают специфики работы. Второй момент. Они приходят. И много уже таких случаев я наблюдал. Приходят. И говорят, так, за полчаса такая-то цена. Так вот, знаете, в плане руки, полчаса, ты только разогреваешься. И по истечению 30 минут, пациент только разогрелся. А эти ребята дальше работать не будут. Пока следующие полчаса не оплатишь. Пока следующие 50 или 100 фунтов не дашь. И вот ты даешь 50 фунтов, еще 50 фунтов. За каждые полчаса. И после двух часов, этот паренек вдруг понимает, что демон, который сидит в пациенте, ему не по зубам. И он поворачивается к семье и говорит, простите, не могу помочь, не мой уровень. И уходит. А твой член семьи одержимый просто сходит с ума. Потому что джина, которую у него внутри раздраконили, и он с ума его сводит. И вот ты там посреди ночи, не знаешь, кого еще звать. И так бывает со многими семьями. Мы должны говорить об этом. Частью деятельности по разоблачению этих горя-бесогонов является разглашать такие случаи. Ты не можешь обратиться к какому-нибудь адвокату-проходимцу, который просто жадный до твоих денежек. Платить ему по счетчику, а потом он посреди дела просто тебя кинет. Чтение руки. Дней, иногда недель, месяцев, иногда лет даже. Как вы смеете приходить и вести себя так? Вообще вам этих людей не жалко? Проявите милосердие к этим людям и проделай работу полностью. Тогда уйдешь. И другой момент. Не пытайся говорить, я помогаю людям, я помогаю людям. Если деньги вымогаешь. Настоящие помощники людям. Это те, которые не в карман смотрят. Они заботятся о пациенте, о мусульманской общине, братьях, сестрах, нуждающихся. И не пытайтесь строить из себя большого целителя. Когда в твоем послужном списке числится, что ты изгнал несколько маленьких джиннов. Знай, что этот рукия бизнес, или даже назовем не бизнес, а скажем, рукия сфера. Это очень, очень опасная сфера, друг мой. Я предупреждаю всех, кто читает руки, особенно этих маленьких псевдоцелителей, 20-25 лет, которые возомнили себя большими охотниками за привидениями. Это очень опасно. Я скажу, почему. Я общался со многими серьезными людьми, которые руки читают. И все они, вот я говорю вам, все они, эти серьезные люди, постоянно читают Коран, постоянно Аллах опоминают. И когда я говорю постоянно, субханаллах, это значит, что они часы, 6, 7, 8 часов в день читают Коран, делают викр. И это не когда над пациентом читают, а это их личное чтение. Когда они одни, сами по себе читают, днем, ночью, на тахаджут, очень заботятся, чтоб ни в каком грязном бизнесе не запачкаться. А у нас сегодня как бывает? Те, кто руки читает, ведут двойную жизнь. Знаете, как это? Эти серьезные люди, которые чтением руки занимаются, говорили мне, если не читаешь руки постоянно, то джинны нападают на них, особенно в моменты слабости. И знаешь, когда джинн может напасть на тебя? Вот я тебе скажу, когда он может на тебя напасть. Когда ты стар, друг мой. Потому что тогда ты неряшливым становишься. Становишься таким уставшим, нету больше в тебе той энергии, которая в тебе бурлила, когда тебе было 20-30 лет. Многие, кто руки занимается, в конце жизни становятся мишенью для джинов. И тогда члены их семьи тоже в опасности. Поэтому серьезные специалисты, которые руки читают, постоянно читают защиту на своих детей, жен, на свое домашнее хозяйство. Постоянно стараются себя защитить. Это вам не какая-то игра, в которую ты просто можешь поиграть, типа сейчас срублю большие деньги и завяжу. Тебе поберечься надо? Вот многие случаи, да, которые происходят с людьми. У джинов же свои способы есть, людям вредить. Прислушайтесь к тому, что я вам говорю. Дальше, следующее явление. Это хиджама. Есть люди, вот опять же, буду называть их, скажем так, горе-хиджамистами. Летом где-то, чуть за 20, чуть за 30, они думают, что умеют делать хиджаму. Вы поймите, хиджама – это лечение, которому учил пророк, салаллаху алейхи вассалам. Но вы знаете, что люди, которые в его время хиджаму делали, были экспертами. Экспертами. Люди, которые хиджамой занимались всю жизнь, специалисты, и в Англии, и в любой стране, хиджаму делаете? У вас должны быть знания о крови, о циркуляции крови, знания, как тело работает, основные знания, даже больше. Я сказал основные, базовые, но это минимум. Базовые знания о том, как тело человека функционирует, как оно работает. Большинство вот из этих ребят, которые делают хиджаму, скажем так, горе-хиджамистов, не спрашивают пациентов об их медицинской истории. Они не выясняют, сколько крови у человека. Они не выясняют, какие различные проблемы со здоровьем у человека, какие лекарства он принимает, какие симптомы. А ведь это базовые вещи, друзья. А вы просто берете и начинаете заниматься хиджамой. Смотрите, я общаюсь с несколькими людьми, с докторами, настоящими врачами, которые лет семь потратили, потом еще 10-20 лет учились на профессию. И они мне сказали, что к ним обращались люди, которые хиджаму делали. Они обращались к ним в поздний час и говорили, доктор, пожалуйста, придите на помощь. Я тут хиджаму делал. И что-то пошло не так с пациентом. Вы знаете вообще, что это навредить может? Наберите в Гугле или Яндексе ошибки хиджамы или как-то так. Статьи почитайте или ролики в Ютубе посмотрите. Когда хиджама пошла не так. А люди не хотят ссор из избы выносить, хотят скрыть факт. Давай скроем это. Это же всего один пациент. Вот тот случай один был. Я не буду конкретно называть название этого центра, в котором ту хиджаму делали. Но был 70-летний пациент, которого на скорую увезли с проблемами с сердцем. Бывали случаи, когда у человека проблемы со спиной, которые в итоге усугублялись после хиджамы, потому что не знают, что делают. Просто прописывают курсы, типа, один месяц или два, хиджаму делают, банки ставят. Сейчас я пойду, куплю себе комплект банок и буду делать у себя дома или на дом к людям ходить и ставить им банки и цену заламывать от 35 до 50 фунтов за сеанс. Просто деньги делают на людях. Честно, я никому из таких не позволял притрагиваться к своему телу, пока это не будет врач, который действительно знает все о пациенте и также все о хиджаме. И вот у такого врача можно сделать хиджаму. Но я не видел таких, ведь врачи, понятно, заняты врачебной практикой. Но врач знает, что для хиджамы знания нужны куда большие, чем у обычного человека, чтобы эти банки ставить. И я хочу попросить вас, всех, кто смотрит, пожалуйста, осторожнее. Пожалуйста, осторожнее. Во-первых, с этими бесогонами. С этой темы уже с ума сходят. В бизнес уже превратили. Так легко у них все. Так легко этим занимаются. Люди не знают, что делают. Люди просто берут, приглашают дилетантов и доверяют им гонять джинов или хиджаму делать. А некоторые универсальные, типа я и хиджаму делаю, и бесов гоняю. И вам полегчает. Я вам вот что скажу. Если вы обращаетесь к таким людям, которые утверждают, что гоняют джинов, хиджаму делают, причем они вам расскажут самые классные истории. О боже, где еще такое услышишь? Они тебе такие истории расскажут, которые, если ты услышишь, вау, скажешь. Я нашел лучшего бесогона, лучшего хиджамиста. Ведь он вылечил того, вот этого, этого. Смотрите, они вам не расскажут о своих косяках, неудачах, о том, как они своих клиентов обводят, о проблемах со здоровьем, которые у них начались, после их сеансов. А бывает и такое. Ничего из этого они вам не расскажут. Я вам говорю, они никогда не расскажут истории, где они облажались. О своих плохих результатах они никогда вам не расскажут. Когда люди по их вине пострадали, не расскажут. Так вот, я вам вот что подскажу. Вы просто начните задавать вопросы. Спрашивайте людей, этих бесогонов, хиджамистов, кого вы лечили. Можно список тех, кого вы лечили. Дадут список? Встретьтесь с этими людьми, пообщайтесь с ними, поговорите с людьми, которые имели с ними дело. И не только. Потому что они могут дать вам контакты лучших клиентов, с которыми хорошо все было. Вам надо как бы общественное мнение узнать, а не только единиц. Постарайтесь выяснить, что люди в мусульманской общине в общем о них говорят. Выясните, хорошие ли отзывы ото всех, кто обращался к ним? Все ли их рекомендуют? Тогда аль-хамду-ли-лях. Но если вы выяснили, что были случаи, когда люди недовольны, не ходите к нему, серьезно. Если перед вами человек, который изгоняет джинов или делает хиджаму менее 10 лет, скажите ему, что вас его услуга не интересует. Ассаляму алейкум. Братья, сестры, лайки ставьте, подписывайтесь, комментарии пишите и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Вот есть одна группа людей в восточном Лондоне. Охотники за привидениями, субханаллах. 45 фунтов за вызов. 45 за вызов. То есть ты им звонишь, они с тебя 45 берут, чтобы прийти к ним, читают «Аулу билляхи мин асшайтану рожим бисмилляхи рухмани рухим, несколько часов сидят и уезжают. Вызываешь их снова, заплати снова 45. Машаллах!» И однажды они что сделали? Говорю вам, этот брат лично ко мне пришел в Лондоне. Говорит, заплатил им 45 фунтов, ну то есть за вызов. И его племянница кричала, всякие разные слова говорила, волосы на себе рвала и так далее. И в итоге эта бригада охотников за привидениями приходит за 45 фунтов. Ну и что-то читают. И чуть погодя, эта девушка просто пришла в ярость, вскипела, как вода вскипает до 100 градусов. Она была готова просто рвать и метать. И эти ребята говорят, «Извините, мы пойдем, не наш случай, мы пошли». Парень им говорит, «Как так? Вы это все разожгли до такого высокого градуса кипения и уходите». Вот есть такие люди, делают так. Будьте осторожны. Есть другие люди, они близки к Аллаху, они не возьмут деньги, если даже заставлять будешь. Ну, они, конечно, могут взять. Мало. Искренне нехотя. Опять же, людей судят по намерению. По внешним проявлениям не спешите судить, пока не будет понятно, что это уже очевидно. Это первое. Второе. Надо смотреть на то, что человек использует, занимаясь экзорцизмом. Если это Коран, человек читает Священный Коран, тогда это нормально. Если он другие вещи какие-то использует, то будьте очень осторожны. Некоторые могут что-то использовать, что-то рисовать, могут сжигать что-то, или, как я некоторые случаи слышал, хотят, чтобы ты что-то закопал на кладбище, свечи поджигал зачем-то. Смотрите. Если вы видите что-то странное, то что вы знаете, что оно не из религии, прекращайте ходить к этим людям. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.